Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус. Вчера вечером появилась первая информация по патчам, новой главе, изменению баланса оружия и переходу некоторого оружия из наград недели в награды ранга главы хода войны. Но прежде чем мы начнем рябзи, не забывайте про всякую ютуб лабуду. Поставьте колокольчик, ставьте лайки и напишите обязательно комментарии, это помогает ранжировать видео в ютубчике. Если вы хотите поддержать батлу в СНГ, то обязательно сделайте все эти манипуляции. Ну, а что написать в комментариях? Дай с хотят в шестой главе начать стволы потихоньку выводить из наград недели в награды за батл пасс хода войны. И вот у меня мысль такая в голове. БФ потихоньку превращается в Блэк Опс 4 и Модерн Ворфер с их стволами из батл пасса или нет? Жду ваш ответ в комментариях, будет очень интересно это все прочитать. Ну и начнем. Нужные блогеры уже начинают говорить про некое возвращение к старому ТТК. Но это не совсем так. Дай с в патче 6.0 начнут заниматься балансом нового ТТК. Немного переделают отдачу и поработают над темпом стрельбы. Поэтому в феврале следует ожидать наконец-то фикс тайпа 2А. Также DICE обнаружили, что ДМРки и пистолеты карабина не очень себя хорошо чувствуют на дистанциях. Не шибко подходит для концепта перестрелок на дистанциях нового ТТК. К сведению, это дистанции в районе 15 метров. И они заметили, что на дистанциях свыше 30 метров ДМРки и пистолеты карабины очень сильно проседают. Поэтому этих двух классов немного поменяют дроп урона, чтобы винтовки и карабины были похожи на то, что было до введения ТТК 2.0. Но это скорее всего будет в марте, когда выйдет патч 6.2. А пока нам следует ожидать патч 6.0, который появится в начале февраля. Это будет контент патч, который добавит новую карту, новые стволы и гаджет. Ну и самое главное, как я и предполагал, в шестой главе DICE начнут потихоньку переносить стволы из наград недели в награды за главу. То есть батл паст. Разработчики комментируют, что их удивило, как игрокам зашла такая идея. И опыт Тайпа-94 и Револьвера положительный. Так что готовьте день... Ой, не надо готовить деньги. Время для прокачки ранга хода войны. Они, кстати, изменят систему получения Икспы хода войны. Теперь количество Икспы зависит от вашей результативности в матче. Короче, чем лучше играете, тем больше Икспы получаете. Но, знаете, немножко моего личного имхо. Главное, чтобы они не растянули прокачку ранга главы и не добавили там 100 или 150 левелов, как это было в Black Ops 4. А то сделают как в МВ или в Black Ops 4 и будем сидеть донатить на копидайс. А также такое решение Дайс может обесценить награды недели, так как у нас тогда останется всякое говно на лицо и всякие частички от донатных скинов. Хотя, с другой стороны, нужно будет выполнять задания, чтобы получить больше Икспы в ранг хода войны. Ну, я остаюсь при своем мнении. Все эти переносы оружия из наград недели в Battle Pass делаются для увеличения доната со стороны игроков, а не для того, чтобы у вас появился какой-то смысл качать этот дурацкий ранг. Ну, на этом все. Переходим к карте. Новой картой станут Соломоновые острова, кодовое название джунгли. Тизер, который вы могли видеть в World of War. Вы ищите выживших. Он весь чем-то опутан. Дерьмо! Крадок! Удей на макушку! Ой, в трейлере Вейк Айленда. Что от нее ожидать, я не знаю. Будем ждать новой информации. Дайс сообщили, что полный список изменений и по более подробной информации в шестой главе появится за неделю до выхода патча 6.0. А когда это будет, я не знаю. Февраль у нас уже через неделю, и как бы информации нет. Поэтому, ребята, ждем. В целом, пока что не радует столь малое количество информации от разработчиков. Февраль уже на носу, а у нас нет инфы по карте, нет инфы по теме шестой главы, а также нет роутмапы хотя бы до лета 2020 года. Что нас будет ожидать в этом году, пока неизвестно. И даже неизвестно, что будет в шестой главе. Ну, а что вы думаете по поводу вчерашнего заявления Дайс? Пишите все в комментариях. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok